Поддержка социальной сферы станет основным направлением в новом этапе развития Дальнего Востока. В частности, об этом сегодня говорили на совещании, посвященном теме социально-экономического развития республики. Его провел полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Также в ходе своего рабочего визита в Якутск он встретился с представителями компании «Алроса». Они обсудили стратегию дальнейшего развития предприятия. Подробнее в материале Сарглана Захаровой. К 2025 году социальное развитие дальневосточных регионов должно превысить среднероссийский уровень. Об этом сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития республики сказал полпред Юрий Трутнев. Приоритетом должно стать развитие социальной сферы. В настоящее время большое внимание уделяет новым проектам, предоставляя им преференции и административные льготы, в том числе и созданием инфраструктуры. Но сейчас начинается новый этап развития Дальнего Востока. С точки зрения строительства жилья в крупных центрах развития, с точки зрения самых неотложных нужд для того, чтобы люди могли работать на новых предприятиях. Придется подумать о строительстве школ, больниц. Средства на это мы тоже надеемся уже в бюджете 2018 года будут предоставлены. Вот это одно большое направление и нам сейчас надо приоритизировать эту работу. Также он добавил, что еще одной задачей стоит приоритизация госпрограмм на Дальнем Востоке. Таким образом, показатели регионов в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта должны отличаться от остальной части страны только в лучшую сторону. Что касается компании «Алроса», то здесь полпред отметил, что от ее деятельности зависит развитие социальной сферы и экономики как республики, так и России в целом. Президент «Алроса» Сергей Иванов подчеркнул, дальнейшее развитие должно соответствовать всем международным стандартам. Остаемся горнодобывающей компанией, лидером мирового рынка. Мы диверсифицируем все с точки зрения сбыта нашей продукции. Но вы понимаете, что компания состоит, начинается и от георазведки, заканчивая сбытом продукции на зарубежных рынках. Соответственно, в сети направления была актуализирована текущая ситуация, потому что жизнь меняется, мир меняется, меняется серьезно алмазно-бриллиантовый комплекс. И здесь компания «Алроса» должна сегодня соответствовать масштабу и быть готова отвечать на любые международные вызовы. Подводя итог сегодняшней работы, руководитель региона Егор Борисов отметил, что все проекты, которые реализуются на территории республики, должны положительно отражаться на всех сферах жизни якутян. С Юрием Петровичем мы согласовали определенную точку роста. Это имеется в виду территорию опережающего развития, это крупные инвестиционные проекты, которые вы все знаете прекрасно. И именно речь идет не только о их решении, их реализации, но вокруг них создавать определенный мультипликативный эффект, чтобы людям было не только комфортно работать, но и комфортно жить. По итогам двух дней работы в Якутии, Полпред остался доволен развитием региона. Он подчеркнул, что ТОР Южная Якутия развивается быстрее намеченных темпов. Также он добавил, что необходимая работа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке будет продолжена. Сарглана Захарова, Евгений Лугинов, НВК САХА, Якутск.